Эти события в Казахстане очень четко показывают, что террористические группы существуют, подготовлены и исполнены при участии спецслужб. Каких не важно, совершенно. Там могут быть и израильские службы, и салатовские спецслужбы, и российские спецслужбы. Ну а террористов всегда выращивают все спецслужбы. И вот этих террористов нам представляют, вернее не нам даже, а населению, которое просматривает регулярно телевидение, прослушивает регулярно радио, которое носит сегодня откровенный этнический характер, принадлежность к определенной этнической группировке, к этнической преступной группировке, захватившей власть, узоркирующей ее. Но пытаются перевести, что не они являются экстремистами, уничтожающими русский народ, а националисты, русские националисты, которые сейчас придут, бандиты и так далее. Вот итог нашей конференции, причем эта конференция уже очередная, она четвертая, то есть три конференции будут проведены до нее, еще будет пятая, шестая, седьмая, я думаю, что остановок им не будет, даже после приходов националистов к власти. Так или иначе будут обсуждаться вопросы, насущные вопросы, касающиеся русского народа, русской нации. Сегодня мы наблюдаем также, что в национальных республиках, в России выдавливают русских, и русский язык, государственный язык становится дублирующим в национальных республиках, а в Москве на государственном языке уже практически ничего не пишется. Мы видим только английские названия, без перевода, причем программы пишутся уже на английском языке, пожалуйста, вам рекламного метро, каких-то англоязычных городков, все это написано в латинице, и при поддержке правительства Москвы. То есть, ну, правительство Москвы не считает нужным использовать русский язык в столице России, в столице российского государства, где пока еще основным большинством являются русские. Также мы подвели итог выборам, которые, значит, уже прошли, они уже состоялись, всех депутатов уже выбрали, им обозначили места, должности, распределили портфели, осталось только населению, я подчеркиваю, населению, не народу, значит, прийти на голосование для того, чтобы реализировать оккупационную власть. Те, кто называют себя русским, несет ответственность за Россию, за российский народ, за русскую нацию. Народ – это те, кто сегодня участвует в русских движениях, в русских национальных организациях, кто словом, делом и другими возможностями помогает русскому национальному движению. Все остальные, которые сидят в окопах, пока что население. Не будем говорить, кого больше, кого меньше. Я вот только что приехал из одного русского региона и могу сказать, в отличие от предыдущих докладчиков, что русский народ не спит, он все понимает, особенно народ, который живет на земле, который работает руками. Ему не нужна информация про курс доллара, про курс барреля нефти. Они все прекрасно понимают и им абсолютно наплевать, кто там сегодня, Путин или Греф или еще кто-то. Они прекрасно знают, что скоро этому режиму конец, что смена власти назрела и она произойдет в ближайшее историческое время. Окупационная власть сегодня слаба как никогда, чтобы нас не уверяли в обратном. Ничего не стоит сегодня сбросить эту власть. Все это делается очень просто, но никто не хочет брать на себя ответственность за будущую пролитую кровь. Поэтому сейчас идет отсчет времени, пока что кто первый прольет кровь. Как только она будет пролита, вопрос с этой властью будет решен. Прийти к власти национально-патриотическим силам через какие-либо демократические так называемые в кавычках процедуры, конечно, мне удастся. Но возникает вопрос, а как вы все-таки русские можете прийти к власти? Вы с такой уверенностью говорите, что вот завтра уже будет, или через какое-то время, русская власть будет обозначена русским законом и так далее. Ну, в заключительном слое этой конференции, конечно, четко нельзя сказать, как мы придем к власти. Главное, что в этом есть уверенность и можно повторить те слова, которые говорили наши выдающиеся полководцы. С нами Бог и пути его неисповедимы. Слава России! Еще добавлю немножко к своему заключительному слову. Те, кто участвует в каких-то информационных войнах, в каких-то информационных выкладках и так далее, участие в выборах, в тех назначенных выборах на 18 сентября, это соучастие в темчайшем государственном преступлении. Информируйте об этом население России, чтобы они не стали соучастниками преступления.